Магаданцы теперь могут оформить больничный дистанционно. В приказ Минздрава России внесли изменения. Согласно им, люди с симптомами ОРВИ и коронавируса смогут позвонить по телефону 122 на горячую линию. После опроса пациента ему откроют лист нетрудоспособности. Если через неделю наступит улучшение, то закрыть больничный можно будет также по телефону. А если нет, то на дом направят медработника. В субботу 12 февраля в Магаданском областном краеведческом музее пройдут интерактивные экскурсии, показывающие традиции славянизма и язычества. Также 10 февраля является именинами домового. Именно этот герой будет главным действующим в экскурсии. Будут проведены мастер-классы, приуроченные к таким праздникам, как День влюбленных и День защитника Отечества. 12 числа, когда будут проходить мастер-классы, рассчитаны они на различную аудиторию от совсем маленьких детей до достаточно уже подросткового возраста. Краеведческий музей приглашает посетить мероприятия всех желающих. Любовь Голимбевская, Александр Фещенко, Магаданское время. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка, сообщает о проблемах с вашей банковской картой, просит продиктовать код. Будьте бдительны, это мошенники. Немедленно прервите разговор и перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей банковской карты, либо лично посетите офис вашего банка. Специалисты Центра Перспектива прошли обучение в Центре содействия в Ростове-Великом. Организации в октябре подписали соглашение. Благодаря ему магаданские специалисты отучились на медиаторов, экспертов, которые помогают разрешать конфликтные ситуации. Содействие вместо помощи семьям детей с ограниченными возможностями. Программа была очень обширной и обучение в рамках этого соглашения сейчас будут проходить дистанционно до конца февраля. В конце февраля планируется при очень хороших обстоятельствах открыть службу медиации, которая будет распространяться не только на город, но и на все образовательные организации области. Завершающий этап этого взаимодействия в 2022 году фестиваль медиации на Колыме. Пройдет он в рамках первого межрегионального форума с международным участием. По мнению специалистов, медиация важна для всей страны, ведь это своеобразная служба примирения, когда две конфликтные стороны не могут найти точек соприкосновения, и медиация помогает решить эти проблемы.